Грехи отцов. Спасибо большое за донат. С текстом. Табачников лох и позер. Он выскочка, по-моему. Как думаешь, Моисеюшка? Спасибо большое, грехи отцов. Ну, я все-таки... Я не знаю, насколько он там лох и позер. То есть, я как бы... Это, наверное, особо прокомментировать не могу. Ну, он... Я не думаю, что он лох все-таки. То есть, как бы... Мое представление о слове лоха, но немного не такое. Насчет позер. Ну, тоже я не уверен, что это подходящий типа человек, который ведет себя притворно, позирует для определенной цели, использует особое поведение имиджа или манипуляции, чтобы произвести впечатление на других. Ну, в этом смысле ну, тогда кто угодно, позер. Я тоже, чтобы произвести на вас впечатление, какие-то используя манипуляции. Например, звук себе получше сделал и так далее. Вот. То есть, тут спорно. Блядь, так бесят словари иногда. В словарях полная хуйня написана. И вот есть у слова смысл, а то, что в словаре написано иногда вообще, ну, блядь, не то, что... Ну, что... Что на самом деле считают почти все носители языка. Это очень бесят. То есть, и... Даже словари, блядь, типа... Там, Ожегов вообще просто... Залупник. Просто хуйню полную писал. И так далее. Иногда... Иногда в словарях написано абсурдное поебенье. Меня это прям выбешивает. Лягушечные пляшки. Ну, типа, Томашников просто очень хитрый. И все. То есть, все, что я могу про него вот так вот сказать, наверное, если коротко. Ну, хитрый чел. С такой забавной харизмой, которая на кого-то срабатывает, в принципе. На меня в 14 лет тоже очень хорошо срабатывал. Я вообще был... Продай Родину! Продай Родину! Я просто... Я был в восторге. Ну, это не полное говнище в плане именно сыгранности. Ну, да. Вот, блядь. Все-таки, наверное, ну... Я не знаю, я не уверен просто, что за такие штуки обязательно нужно какие-то давать, там, ргали уважения. Типа, просто надо признать, что Тобачников, он... Естественно, он не первый, кто на российском ютюбе начал снимать уроки игры на гитаре. Потому что первый мы знаем, кто вот же он. Но он популяризатор. То есть, он первый, у кого что-то выстрелило. Каким образом и за счет чего, эта песня отдельная. Но... Типа, он популяризатор. То есть, кто-то считает, что если человек оказался у истока в какой-то штуке, его надо просто уважать тупо за то, что он, блядь, запрыгнул в первый вагон какого-то поезда. И, типа, ну... Я не считаю... То есть, как бы, я считаю, это можно отметить, как бы, можно упомянуть и признать. Но я не считаю, что за... За это обязательно уважать людей. То есть... Ну, блядь, не было бы тебя, я бы вместо тебя был первым. Чего крутого-то, блядь? То есть, по материалу, по мне, это полное говнище. То есть, реально, какая-то пляска лягушек. Просто вот это... То есть, просто, ну, вот эти мелодии, это просто, ну, помнишь, я разбирал? Ну, мелодии, да. Это просто... То есть, сыграно нормально, но мелодия, конечно, я соглашусь. Тихий ужас, на мой взгляд. Просто они все настолько какие-то дурацкие. Ну, вот здесь он отметил, на мой взгляд. Вот это вот все-таки, я считаю, хорошо. Смешные какие-то мультики вообще. Но именно сыграно, но немножко торопливо, но я думаю, что это фанера, конечно, процентов, наверное, 95, что это фанера, но как бы так именно сыграно, ну, как бы не смешно. То есть, вполне все нормально. Я просто не могу понять контингент, да. Все время же есть целевая аудитория всего, да. То есть, понятно, что если там любится какой-то там металл, да, грубо говоря, такой трэш-металл. То есть, понятно, кто слушает там все, и тоже косухи, длинные волосы. Понятно все с орлами, да. Вот я, короче, да, соглашусь с тем, что я представляю себе, как выглядит поклонник, типа там какой-нибудь, блядь, рогатка пошла, царяюсь. И такой просто, такой, блядь, мужичок, типа байкер там, или, ну, какой-то просто, кому это эстетика близка. То есть, там трэш-металл, да, там вот такие-то люди слушают. Ну, рэп даже вот такие-то люди слушают. Ну, там дерьмовый рэп, вот такие-то чуваки слушают, да. Не знаю, девчачьи какие-то песни, ну, девочки их слушают, очевидно. Там инструментальную музыку, вот такую-то, вот такие, вот там духовно богатые девы слушают. Вот там вот это, вот это. Вот тут я вот... У меня в плане Товачникова та же вот как бы штука. Мне... Даже не то, что я не представляю, как выглядят те, кто его слушают. Я скорее не понимаю, почему люди... Еще раз, то есть Товачникова в основном знают музыканты. Музыканты как... ну, все-таки должны как-то иметь представление о том, насколько то или иное... насколько та или иная музыка вообще стоящая или нет. кто эти музыканты, которые слушают Сергея Товачникова? Это как вообще, блядь? Вот эту... вот эту... То есть, ну, как бы тоже понятно, да, вот эта тема, когда всякие... ну, кто это слушает. А вот это... Ну, да. Ну, да. Вот это нравится. Это реально лягушачья песня. Просто это вот... Вот именно, да, это поражает. Я даже могу представить, кто слушает Черный Кофе. Типа, ну, блядь, ну, слушают, да, там... Такие вот чуваки. Ну... Ну, бля, надо было гифку. Сейчас найду, сейчас найду. Сейчас найду. А вот... Вот это уже пошла... Пошла жуткая херня. Ну, да, там еще чуть мимо нот как будто... Короче, есть же этот... Грайндкорфрокс, типа, видос такой забавный, популярный в... Сейчас. Мем такой старенький. Ну, тут, конечно, лягушек. Это под лягушек Грайндкор включают, где такое пение, похожее на кваканье, типа... Эта песня охуенная, кстати. Ну, как бы это тоже забавно. Но, в принципе, смотрите. Да. Блин, а что это за видос? Может, в оригинале его как-то найти? Это Табачникова. Сейчас. Короче, Та-бач-ни-ков. Это что-то, по идее, свежее? Лягушачьи пляски. Такс. Моя гитара новая. Нахлебил. Сто секунд в Минске. Кто знает, как этот видос называется? Хочу просто открыть оригинал этих паканей. Блин, именно вот включить. Потерял до говниды, пошел. Да, кстати, да. Ну, короче, вы поняли. А вот это уже пошла... Чуть раньше. Вот. Ну, допустим, вот такая вот. Вот, вот. Ну, хотя бы так, ладно. Вот эти меня пиздец радуют. На заднем плане. А вот, вот это уже пошла, пошла жуткая херня. Все. Короче, сделайте кто-нибудь такой видос, пожалуйста. Включил вибрации, и уши начали выключаться у нас. Все. Прям как скулеж такой, да, реально. Зачем? Ай. Влияние Хэммита везде. По-моему, очень мимо, да? Особенно меня поражает, да, когда есть, как бы, ну, понятие, да, как делать вибрации, да, а когда люди начинают «Окей, ладно, стивай», да, который там вот это вот наяривает, прям все делают штуки, и это действительно хоть как там по звуку не отличается, но вот этот господин куда? То есть, что бы он ни делал, хоть он вот здесь будет вот так вот вибрировать, пританцовывая булками, это все равно будет ужасно звучать. Поэтому на его месте сначала, ну, есть смысл просто хотя бы базовый обычный вибратор освоить, да, чтобы это звучало не вот это. Что это вот это вот? Что это вообще просто? Группе «Ермак» не помню их особо, если честно. И настолько, ну, как бы, здесь вообще нет ни идеи, ничего. Это просто вот как раз тот случай, когда, ну, как бы, гамма в целом держится, тональность, да, но просто набор бреда. Просто... Ну да. Просто вот такая бормотуха, ну, как бы, с чуть большим словом. С этим еще постоянным... Бормотухой. ...медиатором. Ну, просто какая-то дичь, я вообще не помню. По традиции посмотрим комменты. О, сейчас я буду, наверное, подгорать. Божественно, давай больше плейтру. Нет, это просто адово-херово, давай меньше плейтру, пожалуйста. Отличный кавер, чувак, у тебя большое будущее. Ой, это, видимо, такой местный стёб какой-то. Cool stuff, like that. Ну, это, видимо, так, может, так вот. А, это прекрасно. Да, ну, собственно говоря, я показал, что... Блядь, Игорь Пресняков, это вообще, конечно, стыдно. Это вот, действительно. Что он написал такое? Вот, вот это вот оно. Вот. Cool stuff. А, это прекрасно. А-а-а. Представлено еще. Хочу играть так же, браво. Ну, удачи. Великолепно сыграл. И гитара отличная. Ненавязчивая, красивая мелодия. Приятно слушать. Чувак с охуенной гитарой и пиздатыми волосами сделал мое утро. Блядь. Одна из моих любимых песен на альбоме. Эх, Серега, снять-то мы снимем, нам бы минус, дома покайфовать. Заново открываю для себя Сергея Табашникова. Шик. Одна из моих любимых вещей. Прекрасно. Хочу концерт Табашникова. Классный аниме-опинг. Класс. И Табы искать не надо. Спасибо. Без лишних слов. Просто. Е. Так, здесь какой-то технический вопрос. Ну, типа там, в смысле, это... Блять. Обожаю читать комменты, честно говоря. Хвалебные, под полным дерьмищем. Это всегда очень уморительно. Лучший кавер. Звучит как добротный кавер. Плотности жира не хватает, что очень заметно. Спасибо. Отлично. Ну, видимо, здесь началось жухать. Да, ну, видите, сам... А, шедевр. Это шедевр. Да, действительно, это шедевр. Лучшая реклама Ямахи. Ну, да, конечно. Понятно. Но самые залайки на комментариях вы видели. То есть дальше там уже, может быть, какая-то даже критика пойдет. Но это все утонет в тени. А самый лайк, это, конечно, да. Это божественно. Давай больше. М-м-м. Да. Просто топовый стыд. Абсолютный. А, тут, видимо, сейчас доезжает чат задержка. Я просто сейчас только открыл. Ква. Да, это полный ква-ква-ква. Абсолютно. Это, да, это был Томачников. Конечно. Зато Томачников огромные залы собирают, а ты ноль. Ну, как бы, в твоем мире, может быть, я ноль, да. В твоем мире это был прекрасный шедевр и просто невероятное музло и так далее. А я ноль, пожалуйста. Если у тебя так проще живется, если у тебя меньше так льются просто жуткие слезы, горе, то ты можешь успокоиться так, да, пожалуйста, не проблема. Это плагиат на киш, ведьма и осел. Я не знаю, плагиат ли это на киш, но ведьма и осел тоже вот прям. Встреча там такая вот подошла бы прям, знаете, музыка подходит. Только. Ну, кстати, хз какой это, блядь, а не мой опенинг, типа. Просто ток, 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 понятно. Тоже обсуждали это в прошлом видосе уже, блядь, зато у него стадионы, блядь. Блядь, зато у меня хуй длиннее, блядь, чем у вас у всех. И чё ты теперь, ну, чё ты за... Поебень. То есть, зато, когда ты говоришь зато, ты, блядь, как бы признаёшь, что да, чувак хуёв, но зато... То есть, блядь, типа... Типа, например, блядь... Просто, ну, например, я сейчас скажу. Блядь. Не, я даже пример себе не могу привести. Вот есть просто моё утверждение, блядь. Оно не требует каких-то зато. Вот, ну... У меня холодильник грязноватый. То есть, просто я это сказал, и всё. Вот, типа, вот такая мысль. И мне кто-то, представь, тебе придёт и скажет, Блядь, зато он... В нём холоднее, чем у тебя в будке. Типа, в изоруме. Зато, блядь, он есть у тебя. Зато... Работает. Ну, блядь, нахуя это вообще, в принципе? Это к чему это? Зачем это? Как это... Что это, блядь, должно опровергнуть? Или что это должно вообще кому-то доказать? То есть, он хуёво играет. Всё, блядь. Какие выводы из этого делать? Ну, если твой личный вывод в том, что... Ну, да, хуёво, зато он, блядь, целую толпу гоев наебал на шекеле. И, блядь, убедил их в том, что это не хуёво, на самом деле, музыка. И они ходят к нему на концерты. Ну, блядь, если тебе нравится такой путь, я тебя не осуждаю. Просто, блядь, держи в курсе, пожалуйста. Нахуй мне это знать. Типа, леос хуёво поёт чистым и хуёво преподаёт. Зато он богатый, блядь. Держи в курсе, блядь, пожалуйста. Серьёзно. То есть, ну... А зато у него дреды красивые. Зато, блядь, он... Или даже меня подъебать, предполагаю. Зато... Зато у него камера, блядь, лучше. Зато... Не знаю, он не подсос фред-гитариста. Ну, там чё-нибудь такое, блядь. Да нахуй там нужно зато. Вот я сказал мысль. Она... Полноценная, осмысленная и... Важная, и всё, как бы, блядь. Имеющая право на своё существование. Нахуй... То есть, любое зато, это будет, во-первых, оправдывание той мысли и попытка её таким дебильным образом перечеркнуть. Не надо говорить зато. То есть, мысль о том, что Леус плохой преподаватель и очень дорогой при этом. Всё, это уже хорошая информация, полезная для каких-то зрителей, которые задумаются, поразбираются, поймут, всё-таки Леус им подходит или нет. И, как бы, может быть, сделают выводы какие-то. Кирк Хэммет плохо играет на гитаре. Эта информация... Ну, её можно как-то воспринять, переобработать, мимо ушей пропустить, всё, что угодно. То есть, ну, вот это... Это некое утверждение. Когда ты говоришь «зато»... Это просто... То есть, просто, блядь, какая-то попытка, типа, обесценить высказывание. И всё. При этом довольно тупая. Зато у него... Зато он популярный. Ну, хорошо, блядь. А кто-то, ну, типа, жопу, короче, свою выкладывает на OnlyFans. Зато богатый. Блин. Ну, там жопу надо на OnlyFans выкладывать. А кто-то... Хорошо, блядь. Вот. Типа, вот я, например, скажу. Милстрой, пидорасы, хуесос. Потому что он, блядь, на своих стримах творит трэш, пиздец. И отвратительно вообще относится к другим людям. Зато, блядь, да всё, иди нахуй. Просто ебало своё, закрой. Какое, блядь, зато? Или... Во, я знаю украинцев как-то триггерить. Типа, вы мне скажете, блядь, подлый Путин, типа, значит, вёл войска к нам в страну. Расхуярил, значит, наши мирные города. Да, там, типа, погибли мирные жители, то, сё. А я вам скажу, зато, блядь, типа... И понимаете, что неважно, какую хуйню, я скажу после зато. Я в любом случае еблан буду, если я так скажу. Зато, блядь, зато он президент, блядь, не знаю. Идите нахуй просто те, кто говорит зато, блядь. Всё.